здравствуйте уважаемые коллеги дорогие телезрители друзья рада вас приветствовать сегодня на нашей передаче и та сфера о которой мы сегодня будем говорить это роддома меня зовут Анна Хасина я эксперт по дружелюбному сервису и пациент ориентированности в медицине и у меня есть замечательные гости которых я сейчас представлю справа от меня Наталья Зоткина учредитель и директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям право на чудо Наталья здравствуйте Наталья сама мама недоношенного ребенка и мы с вашего позволения расспросим вас о фонде о вашем личном опыте справа от меня Юлия Геннадьевна Турченинова врач акушер-гинеколог родового отделения клинического госпиталя Лапина Юлия здравствуйте Анастасия Гаврилина доула и куратор направления доула волонтеры в роддомах Москвы НКО акушерство про здравствуйте Арина Чак когда-то в прошлом экономист акушерка сейчас человек получивший MBA и учащийся в магистратуре Сеченовского института Арина учредитель и руководитель АМИД клиник также Арина руководит акушерским центром акушерство клуб организует роды мечты с помощью доул и акушерок Анна Левадная врачный анатолог защитила диссертацию по теме патология легких у глубоко недоношенных детей и еще одна ипостась Анны может быть не самая главная но весьма впечатляющая Анна блогер с более чем миллионам подписчиков Анна здравствуйте рада вас приветствовать наверное первый вопрос у меня будет к Юлии с вашего позволения вот если говорить о работе врача акушерогинеколога как это было 10 лет назад и как это сейчас что изменилось безусловно акушерство сейчас претерпевает изменения я считаю к лучшему и даже если говорить не только о 10-летней давности но и о 20-30 летней давности то было более регламентировано акушерскими стандартами и протоколами и роды велись не индивидуально а в соответствии с четкой медицинской тактикой то есть осмотры проводились строго в соответствии со временем положенным больше применялся окситоцин в родах не было или гораздо меньшей степени было обезболивание родов которые действительно приносило облегчение и абсолютно не было индивидуального подхода не было развито акушерство когда каждая пациентка рожает со своим индивидуальным врачом и знакомиться с ним до родов выглядело примерно так будущая мама беременная с началом родов приезжала в роддом и уже непосредственно в родах она первый раз видела своего врача сейчас конечно изменения колоссальные по сравнению с тем что я перечислила самое главное как мне кажется беременная ведь очень уязвима психологически это такой очень нежный период в ее жизни и сейчас современное акушерство идет по пути индивидуализации процесса индивидуального подхода очень многие беременные знакомы со своим врачом на протяжении длительного времени до наступления родов вы видите в этом смысл это на что-то влияет однозначно кто-то встает на учет уже к тому врачу с кем будет рожать то есть знакомиться и в тесном контакте с врачом все 9 месяцев кто-то приходит к акушер гинекологу в 36 недель то есть за месяц до родов и тоже за этот месяц устанавливается контакт я считаю что это колоссально важно потому что беременная может сегодня рассказать своему доктору который будет вести ее роды о своих пожеланиях например что она хотела бы видеть эпидральную анестезию в своих родах и хотела бы полностью исключить элемент боли в процессе родов или наоборот она хотела бы минимизировать все медицинские вмешательства в том числе обезболивание родов как она хотела бы видеть свои роды может быть более спокойной домашней обстановке с приглушенным светом чтобы рядом с ней был супруг или другой близкий для нее человек или ее дуло и таким образом она устанавливает контакт с врачом психологический который ей очень поможет в родах расслабиться невероятно интересно мои последние роды случились так давно что больше десяти лет назад что те изменения которых вы упоминаете представляются какими-то фантастическими казалось что этого не случится никогда арин я знаю что ты твой центр очень много делаете для того чтобы такие изменения стали реальностью вот если можно прокомментируй я бы наверное начала с рассказами о своем центре о нашем прекрасном федеральном законе 323 который был принят в 2011 году и который гласит о том что теперь дома с того самого замечательного года должны быть открытыми и женщина имеет полное право взять на роды либо своего мужа либо другого близкого родственника мне кажется что это такая точка больших перемен раньше закрытым учреждением был роддом и всегда в таких закрытых учреждениях правило выстраивать психолог попросит меня четкая и раптая есть главные есть подчиненный мне кажется наша система родовоспоможения была ориентирована больше по такому патерналистская модель я врач я лучше знаю как вам надо рожать где вам надо рожать в какой позе с кем но тут большого выбора не было система стала открытой стала поступать информация извне и женщина теперь делает выбор женщина теперь может сказать как она хочет как она это видит а мы акушерки акушерогинекологи довы педиатры мы прислушиваемся к желанию семьи и помогаем максимально безопасно реализовать его на базе наших шикарных акушерских почему именно домашние роды возникли как в некий запретный плод я все таки наверное про если вы имеете ввиду возможные альтернативы с акушерской точки зрения то это не ко мне а что если мы говорим о рисках с точки зрения ребенка ребенку может понадобиться медицинская помощь да и огромное количество различного оборудования считаю что мы должны ориентироваться на ребенка окна главный результат родов чтобы он не пострадал и при выборе роддома конечно очень важно ориентироваться и на врача в том числе от качества оказания помощи в том числе недоношенному ребенку первый час жизни золотой час называется зависит его прогноз на всю жизнь и не только его жизнь от этого зависит жизнь вообще всей семьи да и это и жизнь родителей потому что напрямую она связана со здоровьем ребенка конечно необходимо наличие грамотной команды которая будет грамотно оказывать далеко не самой естественные методы помощи в том числе интубация и введение жизненно необходимых лекарств если мы говорим про недоношенных детей подбор правильных параметров вентиляции современная медицина опять же мы вот этот вот скачок который мы сделали за 10 лет наонатологии тоже идут вперед очень много уже не инвазивной вентиляции легких и часто мы можем обойтись без интубации но все равно необходимо доводить детям куросорф если в этом есть потребность препарат который необходим для нормального функционирования легких если мы говорим про недоношенных детей к сожалению есть процент детей которые рождаются в тяжелом состоянии и доношенными этим детям тоже нужно оказывать необходимую квалифицированную помощь поэтому я считаю что наличие на родах такого высоко профессионального неонатолога это очень важный момент именно с точки зрения прогноза жизни ребенка все-таки как главный результат родов но это все очень сложно очень тяжелая тяжелая тема а сейчас я хотела адресоваться вот к той части вашей речи которая касалась работы в команде в команде оказывается доула ну и первый вопрос такой самый наивный кто такая доула и что она делает доула по сути это профессиональный партнер который оказывает эмоциональную физическую информационную поддержку в родах если женщина не может каким-то причинам или не хочет взять с собой супруга то она может пригласить доула и согласно результатам исследования об эффективности такой поддержки непрерывной с ней постоянно будет человек который будет оберегать ее пространство то есть доула это не замена акушерки нет ни в коем случае и у доула и у акушерки у врача есть своя зона компетенции в которой каждый из них силен и все вместе это отличная команда мы знаем что врач его компетенция оценивает состояние женщины и соответственно он может это делать раз в несколько часов все остальное время женщина может находиться одна и может быть от этого тревожно иногда просто страшно и хорошо когда у нее есть поддержка в виде партнера профессионального который ей скажет что ты молодец все идет как нужно врач не бросил тебя он вернется и все под контролем я помогу тебе то есть это такой переводчик получается с врачебного языка на в некотором роде да по сути бытовой это такой альтер-эго женщины то есть если она говорит что мне страшно мне больно то то может ей помочь эмоционально и сказать что я с тобой вот моя рука мы пройдем вместе и я помогу тебе массажем я помогу тебе позами я помогу тебе с дыханием и мы вместе пройдем этот путь такой как гид в ворону правильно ли я понимаю что помимо поддержки женщины так получается что долл облегчает жизнь врачебной команде да безусловно есть отзывы у нас и вот врачей в том числе которые с радостью с нами сотрудничают как здорово что вы сегодня здесь потому что женщина зачастую не понимает почему доктор пришел оценил ситуацию и ушел к другим женщинам она думает что с ней кто-то постоянно должен быть но это не предусмотрено к сожалению нашим протоколом такая единица и соответственно она не будет одна если с ней есть партнер который ей принесет и воды и еды и поможет ей эмоционально и физически в том числе информационно рассказав о том что сейчас происходит и что она сейчас испытывает как интересно я бы наверное сказала что врачам легче когда с будущей мамой находится долл потому что будущая мама в более расслабленном состоянии она спокойна она не испытывает стресс и родовая деятельность это доказано на биохимическом уровне идет лучше роды протекают легче есть результаты исследований конечно по крайней мере наблюдений роды протекают меньшим количеством осложнений нежели когда беременная в страхе в испуге она не знает что ей предстоит но наверное если говорить о нашем лечебном учреждении все таки беременная не сталкивается с той ситуацией что она находится в родах одна здесь стоит разграничить больше говорит о городском городской системе здравоохранения но опять таки вот то что о чем я уже сказала эмоциональное спокойствие беременность зачастую большой вклад в успех родов спасибо большое Наталья давайте обратимся к вопросу сложному эмоционально морально поговорим о уязвимых детях о недоношенных детях я знаю ваш фонд проводил исследования может быть вы расскажете два слова мы с Анной Викторовной в сведении ноября проявили небольшое исследование по коммуникациям как раз в отделениях реанимации интенсивной терапии новорожденных и отделения патологии новорожденных то есть это первое отделение в которое попадают собственно детки рожденные раньше срока и детки доношенных о которых Анна Викторовна говорила у нас в опросе приняло 2200 человек в основном это мама недоношенного детей которые сильно прошли отделение реанимации когда мама попадает в реанимацию когда у нее роды случаются раньше срока вы как психолог знаете да мама переживает переживает утраты причем утраты тяжелые переживает ее не только мама переживает и папа ну вот и вот что касается опроса у нас только 7% респондентов ответили что они обращались к психологам и 18% респондентов знали о том что в принотальном центре либо в медицинском учреждении психолог есть все оставшиеся люди просто либо не знали либо психолога нет уже 2 года подряд на этом этапе выступаем мы как фонд у нас работают горячие линии поддержки семьи с недоношенными детьми это бесплатная анонимная помощь психологов юристов при необходимости мы подключаем медицинскую работу она у нас все время на связи вот позвонить можно с любого российской федерации абсолютно бесплатно вот и родители всегда окажут всю помощь конечно дефицит нормальных коммуникаций он к сожалению однозначно вот на том этапе про который мы говорим это детское отделение и отделение реанимации он однозначно присутствует и помощь психологов нужна не только родителям детей но также важное значение имеют врачи и врачи роддома и акушер-гинекологи да вот вы наверное согласитесь и неонатологи в отделении реанимации является крайне высокой группой по эмоциональному выгоранию профессиональному выгоранию очень высокая частота суицидов и ухода из профессии вот у нас например в научном центре акушер-гинекологии психолог собирает врачей и помогает им бороться с профессиональным выгоранием что крайне важно потому что эмоциональная нагрузка физическая нагрузка дефицит сна и необходимость и принимать решения очень серьезные и необходимость сообщать какие-то трагические новости все это конечно очень так тяжело сказывается на психологическом состоянии врача на врачебный персонал наложено очень много обязанностей и административных и по коммуникации с пациентом по опыту Европы очень большой объем работы по коммуникации с пациентом блюдности а сестры и окушерки это облегчает и родители и родители которые могут быть вовлечены в помощь по уходу за новорожденным конечно же но слава богу опять же мы идем к этому да у нас много совместных палац сейчас с каждым днем все больше и больше совместного отделения растет частота грудного вскармливания но когда мы говорим про тяжелых детей и детей в реанимации то мы тоже знаем что здесь есть место родителю как помощнику который готов и хочет включиться и должен включаться в каждый момент времени каждый второй доктор испытывает симптомы острого эмоционального выгорания мы говорим о российских данных то есть вот если взять среднестатистического отделения то половина докторов окажется на стадии предэмоционального выгорания вот они практически уже на подходе у них и деперсонализация и запредельная усталость и так далее и так далее а при этом если говорить вот о тех позитивных изменениях которые вы указываете что на ваш взгляд является ключевыми факторами ключевыми драйверами этих изменений почему ситуация меняется к лучшему в каком-то году вышел приказ о том что реанимации тоже должны быть открыты для посещения и в то же время по сей день некоторые реанимации продолжают оставаться закрытыми это сложный вопрос это просто очень тяжелый вопрос со всех сторон и для врачей и для пациентов и для в том числе тех пациентов которые лежат например в силу отсутствия нормальных палат лежат прямо рядом здесь очень много факторов поэтому до сегодняшнего дня в России нету открытого доступа в реанимацию повсеместно где-то есть то есть в принципе родители имеют право подойти к ребенку но конечно мы должны всегда понимать что есть работа отделения есть работа врачей есть другие пациенты когда мы сделаем родителей не своим удирателем а своим другом и помощником вот тогда ситуация поменяется не многие врачи к этому готовы учить с каким темпом идет нагнетание истории про уголовные дела это мешает нам конечно это очень сильно мешает во всем мире например дети могут присутствовать вот это интересная тема на родах не знаю но к ребенку уже после родов отделения могут приходить как это у нас сейчас может ли старший ребенок прийти к новорожденному брату или сестре к новорожденному может прийти но сейчас все-таки именно в акушерские стационары и отделения ограничивается посещение детей до 16 лет как в нашем госпитале это происходит из-за риска детских инфекций и распространение этих инфекций в скрытом периоде ингубционном и распространение этих инфекций на других новорожденных детей поэтому пока наверное этот вопрос сейчас спорный это нигде нет это мне кажется ни в одном нет ни одного ни санпина ни приказа ни федеральный закон который бы запрещал посещение детей стационарно с юристами с большой командой анализировали эту историю да и не нашли в российском законодательстве ни одного который бы ограничил и в сангвине прописано что на усмотрение главного врача составляется график посещения и правила посещения то есть это просто повсеместная принятая практика да это просто повсеместная практика закрытого обширского стационара исследования западные говорят о том что никакого риска инфекционного дети которые посещают своих новорожденных братьев и сестрен меня несут риски не повышения я тоже когда была на практике в Канаде прямо к новорожденному недоношенному ребенку приходит старший ребенок да и даже методки группы да да то есть не только с мамой но и с папой и с ребенком я все-таки хотела бы уточнить что на сегодняшний день ну я могу говорить об опыте нашего госпиталя не запрещен вход детей на территорию госпиталя но мы ограничиваем нахождение детей именно в отделении детском отделении то есть индивидуальный контакт к этой конкретной семье со своим старшим ребенком у нас разрешен и у нас есть зоны где они могут встретиться и мы никогда это не запрещаем но ребенок посещать общее отделение где лежат другие новорожденные на сегодняшний день эти ограничения еще есть и что касается детской реанимации я хотела бы сказать что у нас очень активно практикуется во-первых посещение детской реанимации 24 на 7 нет абсолютно никаких временных ограничений нахождения родителей в палате интенсивной терапии и метод Кунгуру даже для глубоко недоношенных детей с весом при рождении более 500 грамм у нас сейчас активно практикуется то есть несмотря на общее такое немножко негативное настроение сегодня в отношении роддомов и службы первого и второго этапа выхаживания все-таки с подвижки делаются они колоссальные я думаю что с каждым годом с каждым периодом они будут все выше 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 уровень и общения и профессиональной помощи и уровень того что медики идут навстречу нашим десять лет назад когда я была в ординаторе это был час в день мама приходила в определенный час были какие-то очень разумные объяснения почему это так чтобы не мешать никак это не мешать работе отделения врачей детей спасает и с родителем разговаривают только заведующие и сейчас даже при проведении манипуляции медицинских родители не просят выйти и например если вернуться к акушерству и процессу родов при операции кесарево сечения мы всегда допускаем при желании папы всегда допускаем его в операционную находится в центре событий участвует поддерживает свою супругу в то же самое время мы упомянули о том что много разных запретов по-прежнему давлеют над нами в медицине в акушерстве и гинекологии на ваш взгляд а вот если мы перейдем к теме конфликты является ли это причиной ключевой причиной или вообще в принципе причиной потенциальных разногласий между родителями и медицинским персоналом на что жалуются пациенты вот оказывается что если все жалобы пациентов сгруппировать в три больших группы это качество лечения это сервисные процессы и коммуникация то на лечение жалуются лишь в одной пятой случаев 21 или 22 процента и почти в половине случаев больше 45 процентов жалуются на дефицит коммуникации не поговорили совсем или поговорили плохо или недостаточно или непонятно я не понимаю что мне говорят или наоборот слишком много меня закидали медицинскими терминами я не знаю что с этим всем делать то есть вот это вот ощущение растерянности неудовлетворенности которые пациент например роженица или ее партнер выносит из визита в медицинское учреждение сопровождает ее потом и это очень грустно вот у нас как раз в вопросе была возможность оставить комментарии и в основном люди никто не был против действия врачей нужно просто какое-то ну объяснение ситуации что происходит что же с этим говорить об этом все время упираемся в проблемы на самом деле индивидуального подхода то есть когда если на сегодняшний день в процессе родов беременности будущей маме оказывается индивидуальный подход у нее есть хороший контакт с ее лечащим врачом то даже какие-то незапланированные манипуляции если что-то пошло не так изменился ход родов закончились предполагались естественные роды и не закончились кесаревым сечением или ребенку потребовалось наблюдение в интенсивной терапии если с ней рядом доктор с которым она знакома которому она доверяет который говорит с ней на одном языке потому что у них уже было время привыкнуть друг к другу то это все будет сглажено и гораздо будет проще пройти те непростые моменты с которыми она может столкнуться мы прописали четкие стандарты у нас есть этический кодекс и ни одна наша доула не выпускается если на работу если мы не уверены в ее знаниях в том что она будет их соблюдать это как раз вопрос конфликтов о которых вы тоже говорили о том почему они возникают сейчас есть разные доула абсолютно нет какого-то единого стандарта тоже их обучение пока что и соответственно с некоторыми врачами возникают сложности потому что доула ведут себя выходя за рамки собственных компетенций остается вмешиваться в медицинский процесс чем порочат практически на самом деле так и есть да они порочат профессию и это все дело рискует свестись к нулю к сожалению хотя доула это такая замечательная помогающая профессия если она выполняется в рамках этического кодекса и врач и пациентка и ее окружение и акушерка чувствуют себя прекрасно все хорошо и такие дополняющие две нервные цепи замечательно ну что у нас такой получился серьезный разговор про разное мы поговорили все в рамках коммуникации между врачом и пациентом все в рамках родоспоможения и в то же время мы говорили про конфликты про не конфликты про обычную естественную деятельность да врача про то как врач помогает и поддерживает про поддержку от врача и всех других сопровождающих его коллег в ситуации когда маме тяжело когда ребенку тяжело когда имеет место недоношенная беременность во всяких 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 разных вопросах и вот я знаете под занавес хотела такой вопрос прям про вас задать а начать его с короткого комментария из вот этой книги Адама Кея она только-только вышла называется будет больно обязательно прочитайте эта книга переведенная английского врача который перестал быть врачом он ушел на пике карьеры это его такие воспоминания о том как это было о его работе врача немножко грустные немножко серьезные и вот среди прочего он пишет что пришел в акушерство гинекологию потому что ему очень нравилось что в акушерстве изначальное количество пациентов в итоге удваивается я хотела вас спросить что вас вдохновляет в вашей работе что придает вам сил и предупреждает выгорание ну вот например в моей работе меня все время поддерживает то что я каждый день вижу счастье и помогаю и помогаю этому счастью быть быть здоровым мамам и папам счастливыми меня это очень вдохновляет здорово анастасия у вас у меня похожа все история про счастье да про счастье когда ты после родов даже сложных родов слышишь от мамы что я так счастлива и я хочу еще и материнство это лучшее что могло со мной случиться наверное нас всех объединяет одна и та же идея и конечно же глобальная цель демографический рост учитывая рождаемые склады нам сейчас нужно объединить усилия и всем стараться в 10 раз сильнее чтобы женщины которые единожды попадают к нам в Украшенский клуб они приходили к нам еще 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 больше детишек хороших и разных какая прелесть спасибо Наталью вас помощь людям я очень хочу и когда я вижу как мой личный опыт я не говорю что он 100% правильный нет но если он хоть кому-то может помочь то вот для меня это счастье для меня это классно видеть малышей которые родились раньше срока которые приходят в клиентальный центр на праздники они поют они пляшут они понимают врачей я каждый раз плачу это это великолепно и то чем занимает собственно фонд мы что нас очень радует то что мы видим монтачу как со стороны докторов так и со стороны родителей то есть мы видим как они сильно становятся вместе как они становятся рядом как врач спускается немножко на уровень да то есть уже вот это как было в Советском Союзе нет врач спускается на уровень пациентов пациенты ходят с ним вот рядышком вот они совершают чудо вот собственно если так в общем спасибо а на вас я считаю что я теперь не только врач педиатр но и популяризатор медицины и ну итоговой общей нашей целью является здоровье детей и конечно то что я могу сделать детей здоровых и счастливых родителей спокойнее для меня это конечно очень важно я вижу отдачу я вижу благодарность я вижу результат но оно то стоит воистину так и меня тоже очень мотивирует и мной движет идея что правильная коммуникация это этично экологично нам всем на благо ну что же счастья нам спасибо большое что вы пришли на эту программу я рада была сегодня с вами провести этот час спасибо огромное успехов вам в работе в жизни Уважаемые зрители, спасибо, что вы провели это время с нами. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и нам было интересно говорить на темы коммуникации между врачом и пациентом. И мы продолжим цикл передачи коммуникации между врачом и пациентом в других сферах медицины. Оставайтесь с нами на Первом медицинском.